Сюжет о кладбище так называемых румынских героев в Фолештах получил свое продолжение. Ну, как-то само собой получается, что он превращается в некое журналистское расследование. Мне стали поступать дополнительные сведения, видеозаписи, документы, фотографии, которыми я не могу с вами не поделиться. Но формат механизма действия, который я делала на НТВ Молдова, не позволяет вот все это унестить в эфирное время. Потому на этом ютуб-канале я буду знакомить вас с новыми данными и фактами. Кому интересно, в описании есть ссылка на материалы, о котором я говорю, о Фолештах, о лицее русском, на территории которого в одну ночь практически, ну, по крайней мере, точно уж в одни выходные, вырос такой вот лес-роща крестов с названиями неизвестными героями. Это вот наступавшие войска румынские в 1941 году. Итак, я начну вот это знакомство ваше с дополнительной информацией, с беседой с поисковиками. Поисковики – это действительно люди, которые лучше всех владеют информацией, лучше всех знают законодательством в области захоронений воинских. И я им задала вопрос, ну, во-первых, были ли они в самих Фолештах, показалось, были, и у них очень интересная информация. Ну и второе, как бы они действовали в этой ситуации. Смотрим. Если бы ситуация аналогичная произошла с поисковым движением, вот с вашей организацией, с вашими организациями, поэтапно, как вы бы действовали? Первоначально это работа в архивах, то есть мы собираем всю имеющуюся у нас информацию по данному участку, по данной местности, ищем, прежде всего, документальные подтверждения возможного вероятного нахождения здесь, воинского захоронения. Мы обращаемся и работаем с архивами Министерства обороны Российской Федерации, то есть объединенная по заданным мемориалом, обращаемся в архивы Министерства обороны Республики Молдова, комиссариаты по месту нахождения, возможно, музеи боевой славы, библиотеки, премарии, то есть везде, где только могла храниться информация о воинских захоронениях времен Великой Отечественной войны. После сбора соответствующей информации мы эту информацию представляем органам местной власти и уполномоченному органам Министерства обороны, то есть Агентству по увековечению памяти, для того, чтобы те приняли соответствующее решение по проведению разведывательных, зондажных работ, для того, чтобы убедиться, есть ли там воинское захоронение или такового там. Все эти отношения регулирует закон номер 161 о режиме воинских памятников и захоронений, который появился несколько лет назад. Согласно этому закону, всю деятельность, связанную с установкой новых мемориальных знаков, памятников, воинских кладбищ, в общем, все, что касается военно-исторического наследия на территории нашей страны, курирует специально созданное в рамках Министерства обороны организации агентство по увековечению памяти, скажем так, назовем его так в русском переводе. Именно с этой организацией должны контактировать, должны связываться все те, кто в той или иной степени хочет каким-то образом увековечить память погибших военнослужащих. После того, как мы проводим соответствующее изыскание, мы опять же представляем отчеты в Министерство обороны и в органы местной власти, где делаем свои выводы, прилагаем к ним все документы, которые требуются согласно закону, и выносим предложение. Если целесообразно это захоронение оставить на месте, провести уже полномасштабные работы для того, чтобы оценить, понять, кто здесь похоронен, установить судьбы и имена погибших и захороненных здесь солдат, тогда мы просим о том, чтобы провести уже полномасштабную экспедицию эксгумацию и в последующем перезахоронение. Если же это место действительно известно было, и мы находим какие-то подтверждающие данные, мы знаем о том, что здесь захоронены люди по фамильям, по списку, и место это не какой-нибудь огород, не поле, не лес, не подлесок, не лес, а место это находится где-то в центре населенного пункта, тогда, конечно, смысла никакого нет эти останки эксгумировать, тревожить их, а здесь просто необходимо установить памятный знак. Но выявить это, опять же, можно только путем поисковых работ. Насколько понимаю, вы проводили изыскания поисковики вот на этом месте, был такой в 2015 году, правильно? Проводили изыскания наши коллеги из Народного Союза по уходу за воинскими захоронениями, проверяли данный участок на возможность нахождения там воинских захоронений немецких военнослужащих. По информации, которую нам представили наши коллеги из немецкой организации, никаких воинских захоронений там обнаружено не было. Поскольку мы известны в Молдове поисковики, нам поступила информация о том, что на территории русского лицея города Фолешты имеются воинские захоронения в парковой зоне при надлежащей лицее. Наш человек, представитель нашего поискового движения в Бельцах, выехал на место, встретился с директором лицея тогдашним в присутствии сотрудника полиции и соцсвидетелем нахождения там кладбища в былые времена, посмотрели место. Когда мы поняли, что советских захоронений там может не оказаться, а только немецкие, мы, будучи плотно сотрудничая с немецкой стороной, предложили им провести эту работу. В августе месяце они выехали. Естественно, они предварительно посмотрели свои источники. Так называемый «зеленый список» показал наличие немецких захоронений, погибших солдат в 1941 году и похороненных на территории города Фолешты. Ничего о захоронениях солдат других стран гитлеровского блока там не было указано, только немецкие фамилии. В августе месяце они выехали на место, получили разрешение, согласие письменное директора лицея и произвели вскрытие данного места. Проложили около 10 шуфов по территории всей местности этой, всего этого маленького парка, находящегося сбоку от школы. При вскрытии оказалось, что действительно захоронения там были когда-то, то есть видны следы могильных ям и нашли мелкие остатки костей. Ну, куговицы и такие мелкие вещи. То есть это говорит о том, что захоронения там были, но они были оттуда перенесены. Тем и когда ни опрос местного населения, ни архивные сведения не говорят. В коем разе не против увековечения памяти погибших военнослужащих той же Германии, той же Румынии, той же Венгрии, той же Италии, которые воевали на территории нашей страны, воевали в составе фашистской коалиции. Это люди, которые по военным законам, по Женевским конвенциям, по другим международным документам, да и чисто по-человечески, имеют право на память, имеют право на то, чтобы они были достойным образом погребены, достойным образом увековечены. Но когда мы знаем, что период с июня 41 по август 44 на территории нашей страны происходили такие вещи, как Холокост, как геноцид, как истребление людей по этнической принадлежности, как многие другие воинские преступления, которые были зафиксированы, и люди, которые совершали эти преступления, понесли за это заслуженное наказание. И сегодня, спустя 7,5 десятилетий, говорить о том, что они были героями, ну, это уже ни в какие ворота не лезет, и мы понимаем, что это, по меньшей мере, историческая фальсификация, которая уже не первый год происходит в нашей стране. Сегодня существует практика сборных кладбищ. То есть немцы собирают своих погибших военнослужащих и хоронят их на кладбище в Кишиневе. Участок выделен на границе с кладбищем Святого Лазаря. Румынских кладбищ есть несколько на территории нашей страны, где, в принципе, можно перезахоронить останки и увековечить тех, кто там погиб. Мы в рамках наших поисковых организаций хороним солдат на участке воинского кладбища рядом с Шерпенским плахтармом. То есть такая практика существует, и она для того, собственно говоря, и была разработана для того, чтобы достойным образом увековечивать память погибших, для того, чтобы останки поколись в местах, подопающих памяти, и для того, чтобы люди могли воздать должное погибшим и захороненным здесь людям. А теперь можно сказать эксклюзив. Запись заседания районного совета Фалешт августа 2020 года. Я не переводила ничего, вот как слышно, так слышно. Но заметьте, что наибольшее обсуждение вызвал бюджет, кто будет финансировать возведение кладбища, а не то, являются ли вообще героями румынские солдаты и офицеры, наступавшие в 1941 году. В общем, удивительное, конечно, зрелище. Там очень много вопросов и к подсчету голосов, и к тому, кто присутствовал, кто не присутствовал. Но это уже на районном уровне сами разберутся. Я так предполагаю, что, скорее всего, это голосование будет признанным недействительным, так как действительно имела место и фальсификация. По крайней мере, так говорят районные советники, которые там присутствовали. По крайней мере, так говорят. Как не пропасать, потому что, после револиции, в ахитарной эксплуатации, эти монументы все регистрации в каталоге, а в Молдове, как монументы историки. Ажаль. Чем больше, чем больше, чем больше. План деумер, иначе. Но если... Мерзу 20-ти аккорды, составляет формия, как уже, де план деумер, де арестов. Конеца, а с финанса за какие-то драматуры. Я его съел, но это антончерскую квартиру, и в рейтинге шерпат им антончерскую ассеверную аккорду. Есть, и в портанных, которые тоже, как их опирают. Как и ел фирмы, но и ботэм, так и куча ел офис. Но, с факультурой, визуал, что весь город. Баруфуна. Банка усиленно уходила в доме горячей. Усиленно уходили в чем левый. Сойдем в воде с главной информативой. Ян да, с вами. Ян да, с Крым уходит в главной информативой. Рассказать, Адолья Ергольская, Адолья Ергольская, Сан-Адолья Ергольская. В счете, в Карелуи. Да, в Карелуи. Где у нас в городе, в Карелуи? Прин, Англазаря, Минонамент. Им не желать есть документарь. Кто их не желать? Да, в Украине. В России в России уважают номер на виду этого человека, которые мы не уважаем в отчетах. Мы не должны решить оно в столе. Но мы не решили, что такое. Адолья Ергольская, Крым, Прин, Англазаря Крым. В Банке, Англазаря. Как создавал в нас в других? Мы изучаем, как и жена у нас, и мы к этому делаем. Мы читаем. Мы читаем, что вы не прошли. Мы читаем, как и читаем, И вśród lei 192.10.2019 года, о том, как вам это выяснить, нужно решить... Окей. Решим, что здесь, что здесь. Да, с демонстрацией монумента, и кернишову, или не конформировали. Конформировали. Строй он. А декома скачем, доктор. Хай да, скачем, так же. Аккум не фамилийте, конкурты. Деком. 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 Мерз выводы на корт. А что, мерз выводы на корт? Керунка скурина монументом, мы требуем, чтобы мы реинтересуем. Деком. Деком. У меня есть в написании, да? А я Kommunрограду да. У меня есть смазка, и я сказал, что с этим написал. Рисовка, наш цимитер, отсутствует рекорд. Этот тимитер, это научный рост, там это вое правило. Гудрады, лейте и ромашкины, в чёме? Он происходит в цимитете да. Он происходит в них. Он происходит, он делает все это, он такой, он происходит. Убибаетесь. 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 Это предприятие, это первое, как вы делаете. И после этого выводите на поиске, где вы делаете. Вот это я, что делаете. Это будет делать, что-то. И если вы уходите в интернете по мне, На самом деле, не денется, что мы в детском угле, на лечитации, донации, факты, и тут вообще есть у вас разные проблемы, но есть ваша интенция по миллиону партнер, да, у нас здесь какая-то основа кремовая партия, а здесь еще не сто для вас, потому что я не сто для вас, а так вот здесь по редкой актуру, да, прежде всего, просто ли, чуть не детерминат, да, в городе можно. Продолжение следует... 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 Те, кто занимается этими проектами, проект имеет право на существование, но несколько в ином форме и иных формулировках. Их абсолютно не интересует нахождение истины, то есть найти имена погибших людей, сообщить родственникам, чтобы они могли приехать и поклониться могиле своего предка. Где бы ты, на какой стране не воевал, но все-таки ты был чем-то папой, дедушкой, отцом, братом, и родственники имеют право прийти на твою могилу. Им гораздо важнее некие такие идеологические посылы и вот застолбить место в истории таким образом. Но история, конечно, и правда в ней понятие крайне относительное, но если есть возможность сопротивляться фальсификации, то это нужно делать. Ну, чем я не занимаюсь.